Итак, это технический анализ компании Юнипро, Русгидро, ОГК-2, ТГК-1. Начну я с компании Юнипро. Вышла хорошая новость, ну лично для меня, как для человека, который не сидит в этой акции в данный момент времени, о том, что дивиденды, совет директоров компании Юнипро рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 11,1 копейки на акцию. В предыдущем году, по-моему, было где-то 30 с лишним копеек по Юнипро, была доходность повышенная. Сейчас доходность в связи с тем нынешней рецессией в мире, экономической спадом ее снизили. На фон чего спекулянты, инвесторы, они отреагировали здесь в принципе резво. Я отмечу сразу то, что Юнипро, он заклемен в своем боковике уже 10 лет, и в панель они будут в нем ходить еще 10, а может 15, хрен его знает. Вот видите, нижний край боковика это уровень 2.25, верхний край боковика это уровень 2.95. В данной ситуации я лично буду ждать уровня 2.25, почему? Потому что этот уровень он вполне достижим. Я вот сейчас смотрю по недельному графику, потому что он более информативен. Сейчас она стоит над уровнем скользящей средней, и пока рынок ее особо вниз не пропускает. Но, господа, это пока вопрос времени. Потому что основную цель Юнайпер он уже отработал, он пришел на уровень 2.800, он даже почти подошел на уровень 2.95, ну 3 рублей, к верхней границе боковика. Теперь, господа, ему только лететь, грубо говоря, вниз, сюда, на уровень 2.25, где его в принципе есть смысл и подкупать. Тем более, по техническим осцилляторам, если посмотреть на дневной график, ну чисто для всех ситуаций, да, сейчас она выходит из своей зоны перекупленности. Куда она смотрит? Она смотрит вниз, это верно. Именно на уровень 2.25. Поэтому я особо в Юнайпер не шевелюсь, я жду своей цены и буду входить в нее на уровне 2.25 рублей и уже с целью, опять же, не спекуляции, а с целью тупо инвестиции. Почему? Потому что в мирное время данная компания платит очень шикарные дивиденды в размере 10, 12% годовых. Так что эта компания довольно интересная в своем соотношении и в своем электросетевом секторе. Далее компания Росгидер, это опять же недельный график, эта сволочь так и не приходит на уровень 55 копеек, к сожалению. Вот. Меня что смущает больше всего здесь, это вот то, что уже подходит цена к верхней границе треугольника. Это сжатая пружина, после которой будет большой выстрел. Она сейчас находится примерно на будущем октябрьском уровне 2020 года. То есть уже в октябре-ноябре 2020 года цена будет пробивать этот уровень. И все, цена выйдет в новый диапазон, вот сюда, в свой уже восходящий канал. Будущий восходящий канал, который уже формируется здесь. Поэтому я хочу купить Росгидра по 0.55, даже, наверное, от 0.59 начну постепенно закупать и вплоть до уровня ниже. Почему? Потому что я отмечу сразу, что многие идиоты кричали, что Росгидра придет на 35 копеек, на 30 копеек, когда еще был обвал в марте. Ну, в Росгидра, в февраль-март. Где 35 копеек, я не вижу. Я тоже могу тыкать пальцем в небо и говорить, что вот-вот сейчас прилетит, не знаю, Нибиру на землю, да. И всех тут затрахают до смерти. Но что-то они не прилетают. И пока наши за один спокойны. И то же самое в Росгидра. Пришли на 46. Я помню, в то время я еще покупал и спекулятивно, зараза, продал по 54 копейки. Хреново, да хреново. Поэтому теперь я пытаюсь ее словить на 55 копеек, когда же от уровня 59 копеек, есть смысл ее постепенно поднабирать. Почему? Потому что технически она сюда придет. Даже на 59 и 55 копеек. То есть данный диапазон она проторгует свой. Стратегически Росгидр смотрит только вверх. Почему? Потому что, ну опять же, сходя из фундаментальных характеристик, там управление компании будет тянуть капитализацию вверх, к рублю и даже выше. И это будет, опять же, я бы сказал, в ближайшем будущем. То есть в течение будущих одного-двух лет. Вот. Тем более сейчас формация в Росгидр рисуется в виде, ну, намеченном графике. Раз дно, два дно. Вполне реально тут будет третье дно. И тройная формация, тройная дно, это, блин, мега бычий паттерн на самом деле. Мега бычий формация, после которой просто будет пробиваться весь этот канал, 12-летний, да, в Росгидра. Вот, 2008 по 2020 год, 12-летний. И цена пойдет в свой новый диапазон. Следующая остановка 1 рубль 20 копеек будет. Так что по 59 копеек и ниже я буду постепенно Росгидр подкупать. Ну, далее, компания ОГК-2. Технично у нас выглядит то, что цена находится на дне, да. Что у нас выстрелит также в новом экономическом цикле? Это электросетевые компании. Это то, что ни хрена не выстрелило в предыдущем экономическом цикле, да. То есть если я торговался ОГК в 2007 году, это было 4 рубля, ну, 4,5 рубля, да. И я наторгу сейчас 65 копеек. Так, фундаментально к этому обоснование есть. Потому что энергетика, она востребована была, есть и будет всегда. Вот, в идеале Росгидра, пардон, ОГК выжидать где-то на ниже стоящих уровнях. Почему? Потому что сейчас уже рисуется разворотный паттерн молод, да. И как минимум цена придет опять вновь на отметку 60 копеек. И даже может ниже. Подойти она вот сюда. 60, дефис, 53 копеек. То есть данный диапазон идеальная точка для набора позиций в данном эмитенте. Даже если эмитент будет еще ниже, считает, что это благодать. И вам просто рынок улыбается прямо в лицо. Говорит, мол, типа, купи меня сладкий, купи. И да, электросетевая компания нужно будет в любом случае покупать. По крайней мере, первая цель это 60 копеек, вторая цель это будет 53 копейки. В ОГК-2. Сейчас уже цена тут разворачивается, потому что она сейчас реально перекуплена. Вот здесь вот, вот здесь вот. Так что охлаждаться она будет в любом своем случае. Надо только подождать. Далее компания ТГК-1. Я скажу сразу, я на нее вообще никак не смотрю. У меня эрекции на нее нету. У меня эрекции именно на Росгидро, Юнипро и ОГК-2. В принципе, она тоже довольно неплохие дивиденды платит ТГК, да. И как ОГК, как и Юнайпер, Юнипро, то есть. Но опять же, опять же. Она тоже находится на своем около дне, скажем так. То есть вышла на информацию треугольник. Она его протестировала, когда его пробивала, да. И сейчас торгуется за его пределами над уровнем поддержки 0.0.11 рублей. Вот, но если кого интересует ТГК-1, да, для набора позиций, смотрите сразу на уровень, вот, с межподдержек, вот сюда. То сейчас я обвожу прямоугольником, вот именно сюда. Это хороший уровень для набора позиций. То есть диапазон 0.0.11.100, 0.0.07.750. Ну, или столько, что захлебнешься их подсчитывать. Так что данный диапазон межподдержек можете наблюдать. Но я лично на ТГК акцент не ставлю. Честно говоря, не интересует она меня. Вот, в принципе, на этом все. Думаю, тут более-менее все понятно. Подписывайтесь на канал. Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзоры акций, облигаций, технически фундаментально, а также торговые идеи, которые рекомендацией ей не являются. У нас имеется телеграм-канал Биржевик. Ссылка находится под шапкой в данном YouTube-канале. Прямо написано, где сейчас выставилось всплывающее окошко. Телеграм-канал Биржевик. А также под каждым закрепленным сообщением, под первым закрепленным сообщением видео, имеется ссылка также на наш телеграм-канал Биржевик, отмеченная синим шрифтом. Вот этим. Две ссылки. И две из них рабочие. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная сука-стратегия наши сука-главные союзники. Запомните это, пожалуйста, раз и навсегда. Благодарю за внимание и до свидания. Продолжение следует...